На данный момент порядка 15% людей погибают в мире именно от онкопатологии. Часть, конечно, занимает различные катастрофы, смертность от старости, кардиопатология, но 15% занимает именно онкопатология. Зачастую люди обращаются уже в поздних стадиях, когда провести спецлечение в полном объеме не представляется возможным. Проводится либо частичное лечение, либо симптоматическое лечение, когда просто снимаются симптомы, ну и срок жизни не увеличивается, а просто улучшается качество жизни. Какая наша цель? Наша цель – выявить все эти патологии на ранних стадиях. Как показывает практика, невозможно придумать что-то, чтобы выявить на первых стадиях. Зачастую все заболевания, которые выявляются на первичных стадиях, это заболевания, выявленные на профосмотрах. Это плановый рентген, осмотры, ультразвуковое исследование, контрольный осмотр у гинеколога, осмотры у уролога, где выявляются эти образования на первых стадиях, после чего все это можно лечить достаточно успешно, и человек живет достаточно долго и погибает точно уж не от онкозаболевания. В других случаях выявляются только на поздних стадиях, и приходится проводить неполную терапию, либо симптоматическую, так скажем, просто снятие симптомов, в принципе все. И поэтому была бы большая просьба к пациентам, к людям, кто как бы хочет увеличить свой срок жизни, если можно так это сказать, проходить правильно профосмотры. Если что-то болит, не надо ждать, пока это перестанет болеть, не надо ждать, пока кто-то что-то посоветует, просто прийти к терапевту, а терапевт уже даст определенное направление, где нужно повследоваться, что нужно сделать, чтобы исключить все возможные патологии. В организме человека каждый день появляется порядка 10 тысяч онкоклеток. Организм благополучного иммунитета их ликвидирует, и человек живет дальше. Только с бы иммунитета одна клетка выживает, и она начинает развиваться, формируется рак, в зависимости от того, где эта клетка. Что снижает иммунитет? Первое – стрессы. Учитывая наш сейчас образ жизни, очень интенсивный, учитывая стрессы, которые мы переживаем постоянно, учитывая наш регион, учитывая качество еды, которую мы потребляем, это все очень-очень-очень большая проблема. И поэтому первые симптомы, которые появились, боль, слабость, еще что-то. И где-то вас заставили сдать кровь, когда вы не хотели, но вам терапевт отдал анализ крови и сказал, есть какая-то проблемка. Лучше эту проблемку определиться. Либо это просто случайность, либо вы мало попили воды, либо еще что-то. Но это все как бы нормально. Либо же нужно какие-то сделать дополнительные исследования. Самому эти вопросы решать нельзя. Целая куча препаратов, которые являются датогенами, они делают человека более внусливым ко всем стрессам. Но желательно просто научиться относиться хорошо к себе. Любой стресс, любые волнения, они снижают иммунитет. Снижает иммунитет, замедляется процесс обмена. И появляется, так скажем, возможность для любой клетки, для любых хронических заболеваний активизироваться, перерасти в острую стадию. А для анкопатологии просто появиться и начать развиваться. И поэтому нужно любить больше себя. Внимательнее к себе относиться, к своим родным относиться. И научиться быть просто людьми, не бежать куда-то за целью какой-то, а просто жить вот сегодня. Мы живем, и мы живем. Завтра будет завтра. Просто внимательно относиться к себе при любых каких-то изменениях в организме, которые вы понимаете. Обратиться к доктору, не пытаться лечить. Если у себя что-то нащупать, нельзя пытаться это лечить, как-то массажировать, еще что-то. Потому что любые образования, которые являются доброкачественными, это предрак. Любое физическое воздействие на эти образования стимулирует развитие рака. И поэтому нельзя ничего делать. Показаться доктору, а доктор скажет, либо на массаж, либо нельзя трогать, либо это надо срочно убрать, чтобы спасти вам жизнь. Такая примерно у нас тактика.